Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, в сегодняшний день Святого Страстного Четверга, когда в храмах Божьих совершается Божественная Евхаристия, далеко не все могут принять участие в этом великом таинстве. Но сказать о нем нужно достохвально и с великой любовью и ожиданием. Каждый христианин должен всегда с ожиданием и чувством особой любви подходить к великому таинстве Святой Божественной Литургии, к таинству Святого Причащения. Нам всем нужно понять, что сегодня в это непростое время каждый из нас в себе находит силу веры, не соблазняться, не поддаваться ни панике, ни страху. И что же мы можем православные христиане противоставить этому сегодняшнему вызову, вирусу и болезням? Только одно – Христа, который сегодня ради нас совершает удивительное таинство Божественной Евхаристии. Сегодня Христос собирает своих учеников в Сионской горнице и, взяв хлеб в свои причистые руки, помолившись Богу Отцу, благословляет Его и говорит своим ученикам, «Ешьте это тело Мое, которое за вас предается во оставлении грехов». Этим Христос говорит, что именно за нас преломляется, предается поруганию, избиению, оплеванию и уничижению тела Христа. Но Христос, победивший смерть, дает нам причаститься своего преображенного, воскресшего тела. Вот потому мы причащаемся тела Христова во исцеление души и тела, и в жизнь вечную. Затем, благословив чашу с вином, Он сказал ученикам Своим, «Пейте от нее все, это кровь Моя, которая за вас проливается во оставление грехов и в жизнь вечную. Творите сие в Мои воспоминания, и Я буду в вас и вы во Мне». И с тех самых пор Божественная Евхаристия не прекращается. Она не будет прекращена и до второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа, когда Он снова придет судить живых и мертвых, и Его Царствие уже конца никогда не настанет. Но вот в это промежуточное время, когда Христос вознесся и сидит одесную Бога Отца, мы с вами предаемся самостоятельному пути сохранению веры. И иногда наша вера колеблется, иногда наши мысли заплетаются, иногда наши чаяния обманываются, и мы стоим как бы на распутии, не знаем, куда пойти, как поступить, как думать, как мыслить, какие выводы сделать из того или иного события. И вот вновь и вновь нам помогает сегодняшнее событие. Событие, которое открывает нам Слово Христа. «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни», – сказал Господь наш Иисус Христос в 6 главе в Евангелии от Иоанна. Пусть каждый из нас запомнит, что если мы не причащаемся святых христовых таинств, то мы оскудеваем в своих жизненных силах. В нас проявляется страх, в нас проявляется маловерие, в нас проявляется сомнение. Вот тогда-то и нужен нам Христос, с Которым, соединившись, мы соединяемся с жизнью, Который сам о себе сказал, «Я есть и путь, и истина, и жизнь». Мы сейчас боимся всего. Боимся вируса, боимся заразиться, боимся ходить без масок, боимся всего, что не окружает нас. Но Господь говорит нам, «Не бойтесь, я с вами во все дни до скончания века». Мы не боимся грехов, мы не боимся страшного суда. Мир как будто бежит от Бога, куда-то убегает, прячется. Мир бежит от церкви, мир бежит от святой чаши. А ведь именно чаша является тем источником исцеления, который преподается каждому верующему человеку во оставление грехов и в жизнь вечную. Сегодня мне вспоминается замечательный святой, священно-мученик Серафим Звездинский. У него есть замечательная книга, которая так и называется «Хлеб небесный». Вот в сегодняшний день, когда мы с вами воспоминаем и сопереживаем, и соучаствуем в Божественной Евхаристии, в тайной вечере, которая днесь сегодня совершается, хотелось бы вспомнить его замечательное сравнение. «Много, — говорил священно-мученик Серафим Звездинский, — звезд рассыпано по небу, как этих крупиц драгоценных камней ризы Божьей, но среди них ярче всех сияет солнце. Много различных цветов, — пишет священно-мученик Серафим по лицу земли, это и тюльпаны, и нарцизы, георгины, и ромашки, но среди всех них самой великой красотою отделяется благоуханная роза». И дальше он сравнивает. Вот так и в жизни человека мы должны понять, что среди всех звезд, которые он сравнивает с прекрасными песнопениями, молитвословиями, чтениями и словословиями Псалтири, среди всех этих прекрасных звезд церковных богослужений ярче всех сияет божественная литургия. Среди всех этих рек наших замечательных всевозможных добрых дел, которые стекаются, как в один большой безбрежный океан, больше всех подобный океану сравнивает священно-мученик, это божественная литургия. Много различных драгоценных камней, и священно-мученик Серафим говорит об этих камнях, как о таинствах, о таинствах исповеди, причастия, венчания, соборов, и немногих других. Но среди всех них, словно бриллиант, переливается в мире духовной жизни божественная литургия. Любите божественную литургию и стремитесь к этому небесному хлебу, который сам Христос преподает своим ученикам не только на Тайной Вечере в Сионской горнице, но и за каждой божественной литургией. Один старец Парфений, который молился очень короткой, но такой сердечной молитвой, всегда говорил, «Господи Иисусе Христе, дай мне в Тебе жить, и дай мне по моей слабой немощной молитве, чтобы Ты во мне жил». Очень долго он так молился и просил, «Господи, дай, чтобы Ты жил во мне, и дай так, чтобы я мог в Тебе жить». И в один день он вдруг услышал после этой короткой, но частой молитвы от всего сердца произносимой слова, «Яды мою плоть, и пияй мою кровь во мне пребывает, и я в нем». Какой удивительный ответ получил этот святой старец. Тот, кто будет причащаться святых христовых тайн, в том будет сам Христос. Такому человеку не только будет не страшно жить, такому человеку будет не страшно и умирать, потому что за пределами этого временного бытия, за пределами этой временной жизни, когда мы переступим порог гроба, мы встретим грядущего Христа, праведного Судию. И дай Бог, чтобы мы, встретив Его, вот с этими словами, Господи, дай мне жить в Тебе, и Сам живи во мне, Господи, встретили этого истинного жениха, Спасителя и Господа нашего, Иисуса Христа, грядущего на добровольную страсть, ради нашего спасения и ради каждого из нас. Да сподобимся и мы, причастившись во исцеление души и тела, принять все, что не спошлет Господь нам на нашем жизненном пути скротостью и смирением. Аминь. Мир всем вам и Божие благословение. Аминь.